Всем привет, с вами Лена. Сегодня видео о том, как сохранить или улучшить качество своих волос при мытье головы. Лайк, подписка, колокольчик, ну а мы начинаем! Первое правило это мойте голову по мере ее загрязнения. Не нужно слушать всяких советов, что типа чем дольше ты будешь ходить с грязной головой, тем меньше она будет пачкаться, точнее реже пачкаться. Нет, это не работает. Когда у вас грязная кожа головы, у вас скапливается мало того, что грязь, которая мешает расти волосам, так еще и бактерии, которые могут вызвать ряд различных заболеваний. Поэтому моем голову, как только она у вас становится грязной. Второй момент, это обязательно прочешите голову перед тем, как мыть волосы. Прочесанные волосы намного лучше очищаются, а также будут меньше путаться во время митья. Лучше всего использовать расчески а-ля танкал-тизер, либо же, ну как бы можно даже с Алиэкспресса какую-то заказать расчесочку, чтобы у нее была одновременно и длинная, и короткая щетина. Тогда ваши волосы будут расчесываться легче и не повреждаться при этом. И очень аккуратно с кончиков, конечно же, начинаем расчесывать и вверх передвигаемся аккуратными движениями. Потому что, если вы хотите сохранить свои волосы, вам ни в коем случае нельзя обращаться с ними как попало. Потому что я видела картину, когда девочка свои колтуны просто выдирала. А, колтун? Сейчас выдерусь. Готово. Так не надо делать. Да, ей приходилось чаще всего стричь свои волосы, потому что вот этими выдираниями она, мало того, что она портит колтун, который вот образовался, так и все волосы, которые попали вот в эту кучку. Поэтому концы выглядели, в принципе, как сено. Реально. Я такого на своих волосах еще ни разу не видела, но у других людей я замечала. Третий момент. Нужно правильно наносить шампунь на вашу голову. Не нужно сразу брать из шампуня вот так выливать на голову. Кстати, такое я тоже встречала. Нужно на ладошку горошину какую-нибудь, ну либо больше, в зависимости от того, насколько грязные ваши волосы, в зависимости от того, насколько много или объемные ваши волосы, либо же густые. Наносите то необходимое количество, которое вам нужно. Лучше меньше. Вы растираете между ладошками до образования пены, и потом именно в кожу головы, в корни, не на волосы. В корни наносите и массажными движениями растираете по голове. Аккуратненько пальчиками. Если вдруг вы понимаете, что вам недостаточно шампуня, которого вы нанесли, вы просто возьмете еще чуть-чуть, намылите и точно так же добавите просто, не смывая. Это будет первый раз, когда вы промоете свою голову. Следующий момент. Моем голову два раза. Два. Сначала мы смываем всю ту грязь, которая находится на коже головы, на волосах, да, чтобы открыть наши волосы к действию шампуня. То есть второй раз, когда мы наносим шампунь, он мало того, что завершает процесс очистки, он также еще начинает работать и действовать на наши волосы, на кожу головы. И поэтому следующий момент. Второй раз, когда вы моете голову шампунем, нужно его выдерживать. Для этого лучше всего почитать, что написано на упаковке. Есть лечебные шампуни. Но на каждом шампуне, в принципе, написано, сколько выдерживать его нужно для лучшего эффекта. Потому что если вы просто его нанесете и смоете, он никак не подействует на ваши волосы. А если его подержать, он сможет что-то улучшить, дать какие-то полезные свойства. У некоторых шампуней даже время выдержки достигает 15 минут. Но если на упаковке вашего шампуня не написано, сколько его выдерживать нужно, выдержите 2-3 минутки, этого достаточно будет для того, чтобы он смог что-то сделать с вашими волосами. Следующий момент. Моем голову массажными движениями, вот этими подушечками на пальчиках, которые находятся не ногтями, а именно подушечками. Массажными движениями моем голову. Мало того, что это и приятный массаж, так еще и приток крови кожи головы. Особенно если вы моете голову вниз головой, то приток крови будет в 2 раза больше. Следующий момент. Моем только кожу головы шампунем. Не надо собирать все остальные волосы туда вот и мешать это вот, это вот делать абы что там. Потому что таким образом вы можете повредить вот эти волосы. Во-первых, пересушить шампунем. Во-вторых, вы можете сделать их ломкими, тонкими, запутать, потом колтуны не распутать. И при этом они начнут быстрее сечься. Нам это не нужно, поэтому моем только кожу головы. Вся пена, которая там получится, она все равно стечет по этим волосам. Как бы вы ни находились. Либо вы стоя, либо вниз головой моете голову. Все равно пена будет стекать. И она промоет эти волосы, потому что они не так сильно пачкаются, как кожа головы. И последний совет на сегодня. Не смываем шампунь слишком горячей водой. Потому что горячая вода способствует активизации сальных желез. То есть ваша голова будет пачкаться быстрее. А также горячая вода способствует вымыванию цвета волос. То есть если вы покрасились, ваш цвет с помощью горячей воды выйдет быстрее. Особенно это касается холодных оттенков. Блонда, к примеру. Попробуйте уже сегодня применить эти советы. И я уверена, что качество ваших волос уже заметно улучшится. Надеюсь, что видео вам оказалось полезным. Если это так, ставим лайки. Подписываемся на мой канал. Ну, а также не забываем переходить на мой инстаграм. Подписываться и на мой развлекательный канал. Там я иногда снимаю скетчи и выкладываю. Очень редко, поэтому у вас есть время посмотреть их. Ну и поднять себе настроение. Ну, а с вами была Лена. Всем пока-пока.